Песчаные дюны и болота Карельского перешейка скрывают эту разрушительную силу. Пара стрелков с армейской снайперской крупнокалиберной винтовкой «Корт» едва заметны. Зато с этой позиции, как на ладони условный противник, и не важно, что до него больше километра, современное дальнобольное вооружение позволяет стрелкам выходить победителями из снайперских дуэлей. С этой винтовкой можно разрушать. Спокойно можно пробить укрытие и нанести какой-то урон. Патроны МБС спокойно можно прошить броню, допустим, бронетранспортера. В снайперском деле далеко не новички, но здесь они все курсанты. Повышают уровень мастерства в центре снайпинга Западного военного округа. Этот полигон для них теперь второй дом на три учебных месяца. Эта груда бетонных обломков и кирпичей имитирует разрушенное здание на крайне города. В таких непростых условиях снайперы должны оперативно найти место для маскировки и одновременно удобную позицию для ведения огня. Между выстрелами они считают поправки на ветер, попутно следят за атмосферным давлением и температурой воздуха. Один стреляет, другой корректирует и подтверждает цель. Хотя все чаще снайперы сейчас работают группами, чтобы уж наверняка. Несколько стрелков, которые ведут огонь залпом с целью скорректировать изменения погодных ветровых различных условий за счет того, что каждый стрелок стреляет с немножко различными установками прицела. Нет фото и видео фиксации, нет попадания. Обязательное требование для снайперов. Поэтому на огневой позиции всегда новейшие оптико-электронные приборы. Заодно и работу над ошибками можно провести. Ниже травы тише, а желательно бесшумно. Кроме боевых стрельб курсантов ждет тактика специальной подготовки по маскировке на неподготовленной местности. Товарищи обучаемые, при передвижении совершайте слишком резкие движения. Движения должны быть плавнее. Итогом интенсивных тренировок станет выпускной экзамен с присвоением соответствующей квалификации. Многие могут вернуться в свои воинские части уже старшими снайперами или командирами отделений. Роман Закурдаев, Александр Петров и Дмитрий Филиппов. Телеканал «Звезда». Ленинградская область.